Закон Архимеда Весу жидкости или газа действует сила. Эта сила, естественно, как вектор любой, имеет направление. Куда направлена эта сила? Вверх. Так, и чему равен модуль этой силы? Весу жидкости или газа, вытесненной этим телом. Вот, это теория. Но, оказывается, существуют довольно сложные задачи на закон Архимеда, и решением этих задач мы как раз на этом и на следующем уроке будем заниматься. Итак, тема задачи на закон Архимеда. Продолжение, так сказать. Домашнее задание. На четверг. По Кирику для седьмого класса я задаю только четыре задачи. Номер один, три, пять и шесть. Высокого уровня. На странице 66. Четыре, потому что это действительно сложные задачи. Мы сегодня будем решать сейчас задачи такие средние по уровню сложности, а на следующем уроке усложненные задачи. Начнем мы с задачи, которой нет в задачнике, но эта задача вам должна быть близкой. Ничего страшного. Помните, мы подвешивали вот этот пластилиновый брусок к динамометру и выяснили, что он растягивает динамометр силой 1 ньютон. Я специально приготовил этот брусок. Потом мы этот брусок аккуратно опустили в стакан с водой, так, чтобы он стенок не касался, но был полностью погружен. При этом, может, кто-то помнит, какие были показания динамометра? 0,2. 0,2 ньютона. Итак, давайте сейчас, пользуясь этими сведениями, найдем плотность пластилина. Оказывается, это можно сделать. Итак, задача. Звездочка. Известно, что вес тела пластилинового, b, равняется 1 ньютону. И когда это тело погрузили в воду полностью, то динамометр показал силу 0,2 ньютона. Обозначим эту силу буквой f. 0,2 ньютона. Иногда эту силу истолковывают как вес тела, погруженного в жидкость, но мы с вами понимаем, что это на самом деле не так, потому что просто-напросто вес перераспределился между пружиной динамометра и самой жидкостью. То есть жидкость частично является опорой, поэтому это не вес, а это сила, с которой растягивается пружина динамометра. Какие нам еще данные будут нужны, как вы думаете? Пожалуйста, Никита. Сила Архимеда. Сила Архимеда, мы ее найдем, это можно сделать помощью этих данных, что плотность воды равняется, ну я напишу 1 грамм на сантиметр кубический. Подойдут нам эти единицы или придется пользоваться си, жизнь покажет. Мы хотим найти плотность пластилина. Обозначим ее просто буквой РО. Начинаем, как всегда, с рисунка. Что, Саша? Хочешь к доске пойти? Так, что мы на рисунке покажем? Тело, которое погружено в воду. Вот это тело. Только что вы его видели. Вот вода. И самое главное теперь показать, какие силы действуют на это тело. На тело действует сила тяжести. Ф тяжести. Обозначим его ФТ. Она направлена вниз. На тело действует сила Архимеда. Ф Архимеда обозначим ФА. И еще пружина динамометра тянет это тело вверх с силой Ф. Значит, на тело со стороны нити действует вот эта сила Ф. Так. Следующий шаг. Мы записываем. Что, Стас? Мы можем написать еще сразу вычисление, чтобы найти Ф Архимеда. Правильно. Но нужно ли нам сейчас искать силу Архимеда? Тело неподвижно? Да. Значит, оно находится в равновесии. Ребята, на самом деле все эти задачи решаются стандартным образом. Записывается условие равновесия. Условие равновесия. Сумма, векторная сумма всех сил равна нулю. Но мы будем говорить по-другому. Равнодействующая всех сил, действующих на тело равна нулю. А сил таких три. Две из них направлены вверх. Это сила Архимеда и сила упругости пружины. И третья сила в противоположную сторону, вниз. Значит, условие равновесия. Сумма всех сил, направленных вверх. Ф плюс Ф Архимеда равняется силе тяжести, направленной вниз. Сила тяжести равна весу. Мы можем в дальнейшем этим воспользоваться. Значит, поскольку тело у нас неподвижно, то вес равняется силе тяжести. Этим мы воспользуемся. Хорошо. Силу Ф мы знаем. А как найти силу Архимеда, Стас? Нужно вес, вычесть силу, которая подруженная. Так, Стас говорит, нужно из веса вычесть вот эту силу Ф. И тогда мы получим силу Архимеда. Ребята, нам же не нужна сила Архимеда. Мы хотим найти плотность пластилина, так? Поэтому нам надо, наоборот, эту силу Архимеда выразить через какие-то другие величины. Что Саша думает? Так как тело погружено полностью, то получается, что вес вытесненной жидкости равен весу погруженной части тела. Ну, правильно, да. Это закон Архимеда. Если тело все погружено, то... Сила Архимеда равняется весу вытесненной жидкости. Это будет что? Плотность воды умножить на ускорение свободного падения и на объем В. А В – это объем погруженной части тела. Но тело у нас погружено целиком, поэтому я даже не буду писать индекс погруженной части. Я просто пишу В – объем тела. Очень хорошо. Плотность воды мы знаем, Ж мы знаем. А можно как-то вот этот объем связать с плотностью пластилина? Мы можем его записать как В равно М на Ро. М. Что такое М? Масса. Тело. Хорошо. А Ро – это плотность пластилина. Плотность пластилина. Так. Но здесь масса, а массы нет в условии задачи. Мы можем найти. П деленное на Ж. Ага. Ф – это М. Значит, мы с вами знаем, что сила тяжести, а значит и вес, равен МЖ. Отсюда мы можем выразить массу. Отсюда масса равняется П делить на Ж. Вес делить на ускорение свободного падения. Подставляем массу сюда. У нас получится В равняется. Вместо массы пишем П деленное на Ж. И теперь эту величину, массу, надо разделить на число Ро. Чтобы разделить дробь на число, нужно написать это число в знаменатель. Ро пойдет сюда. Вот. Ну, обычно Ро перед Ж пишут. Я для красоты напишу вот так. Есть. Теперь мы объем подставляем в выражение для силы Архимеда. У нас получится, что Ф Архимеда равняется Ро воды на Ж умножить на объем. Вот объем. П делить на Ро и Ж. И вот тут мы с удовольствием замечаем, что ускорение свободного падения сократится. И теперь все, что мы с вами сейчас раздобыли, мы подставим в самое главное и самое простое условие. В условие равновесия. Самое главное уравнение всегда самое простое. Вспомните Эйнштейна. Е равно МС квадрат. А сколько за этим стоит? А у нас вот такое. Е равно МС квадрат. Итак, подставляем. Сила Ф. Она есть в условии задачи. Плюс сила Архимеда. Отсюда аккуратно переписываем, что у нас будет. Ро воды умножить на В, на П и разделить на плотность пластилина. Есть. Это я написал силу Архимеда. Теперь равняется силе тяжести. А сила тяжести совпадает с весом П. Вот так. Значит, ребята, мы проделали физическую часть решения. Осталось включить аппарат для перемалывания формул под названием алгебра. Перед нами уравнение. Что является в этом уравнении неизвестной величиной? Ро. Ф известно. Ро воды известно. П известно. Значит, нужно это уравнение решить. Чтобы решить это уравнение, наверное, нужно то слагаемое, в котором есть неизвестная величина, уединить. Оставить с одной стороны от знака равенства. Значит, что мы сделаем? Давайте мы Ф перенесем вправо с противоположным знаком. У нас получится. Ро воды делить на плотность пластилина умножить на П равняется чему? П минус Ф. Так. Что дальше будем делать? Давайте левую и правую часть разделим на то, что нам здесь мешает. Мы хотим, чтобы тут осталось Ро. Так? Даже лучше сделать по-другому. Давайте левую и правую часть на него умножим. Тогда мы быстрее придем к ответу. Давайте левую и правую часть умножим на Ро. Что тогда произойдет? Давайте запишем. Ро воды делить на Ро умножить на П умножить на Ро. Вот оно. Равняется П минус Ф умножить на это же самое Ро. И тут мы видим, что Ро у нас сократится. Но зато оно здесь появится уже в одном экземпляре. Теперь осталось левую и правую часть разделить на вот эту скобку. И тогда Ро останется одно. И задача будет решена. Давайте это сделаем. Итак, делим на скобку. У нас получается Ро воды умножить на П делить на вот эту скобку на П минус Ф. Равняется Ро. Осталось просто поменять местами левую и правую часть и записать формулу красиво. Записываем. Я вот тут запишу. Плотность пластилина равняется плотности воды умножить на вот эту дробь. В числителе вес куска пластилина. В знаменателе вес, из которого вычли показания динамометра, когда пластилин был погружен в воду. Вот так. Остается подставить числа. Причем, обратите внимание, это безразмерная дробь. Значит, можно подставлять в любых единицах величины П и С. Ну, у нас они в С. А вот плотность мы получим в тех же единицах, в каких подставим плотность воды. Значит, не будем переходить в С, а ставим граммы на кубический сантиметр. Плотность пластилина равняется 1 грамм на сантиметр кубический умножить на П 1 ньютон. А здесь у нас будет П минус Ф 1 минус 0,2 ньютона. Ньютоны сократятся. Ответ получится в граммах на кубический сантиметр. Сколько будет? 1 делить на 0,8. Это 1,25. Равняется 1,25 граммов на сантиметр кубический. Решена задача. Осталось сформулировать ответ. Что мы искали? Мы искали плотность пластилина. Значит, ответ будет таким. Ответ, двоеточие. Плотность пластилина равна 1,25 граммов на кубический сантиметр. Плотность пластилина равна 1,25 граммов на кубический сантиметр. Готово. Теперь округлять не будем, потому что G, с которой мы расстались, на неточность не влияет. G мы можем здесь брать любым. Этот опыт можно проводить где хотите. На Луне, на Марсе, на Земле. Конечно, у нас динамометр имеет какую-то погрешность, равную половине цены деления. Цена деления там у нас была 0,05, насколько я помню. Но давайте мы сейчас этим заниматься не будем. Лучше двинемся дальше. Следующая задача у нас будет 20,27 по задачнику Ненашево. Номер 20,27 Ненашево. Давайте выведем условия задачи на экран, чтобы все его видели. Так, сейчас. Секундочку. У нас вход не подключен. Сейчас. О! Получилось. Сделаем, как обычно, внизу условия задачи, а наверху, чтобы вы могли видеть, что происходит на доске. Итак, задача номер 20,27. Стальная деталь имеет полость. Каков объем полости, если при массе 390 грамм эта деталь в воде растягивает нить, на которой висит силой 3,35 ньютона? Видите, тут аккуратно сказано деталь растягивает нить, на которой висит силой 3,35 ньютона. Это не называется весом. Каков объем полости, если при массе 390 грамм? Записываем массу детали. Эта деталь в воде растягивает нить, на которой висит, с силой F равняется 3,35 ньютона. Что нужно найти? Объем полости. И еще известно, что деталь стальная. Значит, мы запишем, наверное, плотность стали. Это не случайно. Плотность стали. Запишем. Ростали. Я напишу 7,8 граммов на сантиметр кубический. Более удобно. А дальше посмотрим, нужно ли будет в Си переводить эти единицы. Так, нужно найти объем полости. В полости. Ну что ж, стандартный путь. Сначала рисунок. Потом условия равновесия. А дальше посмотрим. Деталь погружена в воду. Внутри детали имеется полость. То есть, деталь стальная, вот это, то, что заштриховываю я, это сталь. А вот это полость. Нужно найти объем этой полости. Деталь погружена в воду. Я так думаю, что нам плотность воды тоже понадобится, но мы ее все помним. Дальше. Какие силы действуют на это тело? Как обычно, сила тяжести. Ф-тяжести. Сила Архимеда. Ф-Архимеда. И сила, с которой нить растянута, потому что к ней подвешена деталь. Эта сила у нас обозначена буквой Ф. И еще давайте вот на что обратим внимание. Объем детали складывается из двух составных частей. Каких? Это объем стали и объем полости. О! Значит, мы можем написать, что весь объем, вот этот, В, равняется объему стали, В стали. Плюс объем полости. Это нам наверняка пригодится. А теперь, как обычно, записываем условия равновесия. Сила тяжести равна сумме сил Архимеда и силы натяжения нити. Ф-тяжести, Ф-Т, равняется по модулю силе Архимеда плюс силе натяжения нити. И теперь нам надо обеспечить это уравнение информацией. Сила тяжести. Можем ли мы сказать, как ее найти, глядя на условия задачи? Легко, да? Как, Саша? М умножить на G. Сила тяжести. Это произведение известной нам массы на ускорение свободного падения. Сила Архимеда. Сила Архимеда равняется плотности воды на ускорение свободного падения на объем всего тела. На объем всего тела. А объем всего тела, смотрите, он состоит из объема стали и объема полости. Давайте для краткости сразу этим воспользуемся. Объем стали плюс объем полости. Сила F известна по условию задачи. Силы тяжести мы нашли, силу Архимеда мы нашли. Теперь эти два выражения можно было бы подставить в условии равновесия. Но мы же не знаем еще объема стали. Настя? Нам нужна плотность, ой, то есть массу этой детали поделить на плотность. Совершенно верно. Значит, добавим сюда еще одно уравнение. Объем стали равняется массе детали, а она дана по условию задачи, делить на плотность стали. Не зря мы ее записали в условии задачи. Так, теперь все это подставляем в условия равновесия. Слева стоит сила тяжести, МЖ. Справа сила Архимеда, вот она. Плотность воды на ускорение свободного падения. На объем стали, который я сразу вот отсюда возьму. М делить на РО стали. Прибавить объем полости. Это у нас сила Архимеда. Еще надо прибавить силу Ф, которая есть в условии задачи. Плюс Ф. Перед нами уравнение. Что в нем является неизвестным? Объем полости. Давайте это уравнение решим. Мы сможем массу делить на РО стали плюс В полости, вынести? Наверное, давай не будем этого делать. Нам нужно найти объем полости. Давай сделаем так, чтобы он был в одном слагаемом. Раскроем вот эти скобки. Тогда так. МЖ равняется РО воды на Ж умножить на массу, разделить на плотность стали, плюс РО воды на Ж на объем полости плюс Ф. Вот. А нельзя же сократить? Нет, что вначале. Ну, смотри, если ты тут... На что ты хочешь сократить? На Ж? Вначале еще. Вот здесь? Ну, тогда у тебя оно тут появится. Можно и так. Это тоже правильно будет. Можно по-разному решать задачи. Это просто, как говорится, вопрос стиля. Теперь что нам надо сделать? Вот это слагаемое надо уединить. Значит, что мы сделаем? Мы его оставим здесь, а все остальное перенесем влево. У нас будет МЖ. Вот оно. Дальше вот это переносим влево с противоположным знаком. Минус РО воды Ж М делить на РО стали. Следите внимательно, чтобы я нигде ничего не забыл. И отсюда надо отнять силу Ф. И это будет у нас вот это. РО воды Ж на объем полости. И последнее, что нужно сделать? Разделить на РО воды Ж. Правильно. Разделить на РО воды Ж. Или умножить на обратную величину РО воды Ж. И заодно поменяем местами левую и правую части. Тогда у нас получится. Здесь будет объем полости. Равняется. МЖ делить на РО воды Ж. Это вот это. Минус РО воды Ж М на РО стали на РО воды Ж в знаменателе. Это вот это слагаемое. Минус Ф не забыть разделить на РО воды Ж. РО воды Ж. Присмотримся к этому выражению. Сокращается Ж в первом слагаемом. А тут сокращается и РО воды, и Ж. Очень хорошо. Когда-то наш преподаватель по математике университетски говорил, правильно записанные формулы имеют склонность к сокращениям и взаимным уничтожениям. Вот тут у нас как раз так и произошло. Осталось записать рабочую формулу. Объем полости равняется. Что тут осталось? Масса на РО воды. Масса на РО воды. Минус. Здесь масса на РО стали. И минус Ф разделить на РО воды Ж. Вот она, наша рабочая формула. Осталось подставить числа. Пусть меня критикуют любители писать здесь справа СИ и переводить всю систему в единиц. Сейчас я сделаю немножко хитро по-одесски. Но зато меньше работы. Все-таки с такой величиной иметь дело гораздо приятнее, чем с 7800. С 390 граммами приятнее иметь дело, чем с 0,39 килограмм. Попробуем сохранить эти величины. И, кстати, объем полости гораздо приятнее получать не в кубических метрах, а в кубических сантиметрах. Так вот, давайте оставим эти кубические сантиметры, но все при этом сделаем грамотно. Подставляем числа. Объем полости равен масса 390 граммов разделить на плотность воды 1 грамм на сантиметр кубический. Делить знаменатель все равно, что умножить числитель. Видите, получится это слагаемое в кубических сантиметрах. Все хорошо. Минус масса, те же самые 390 граммов, делить на 7,8 граммов на сантиметр кубический. Тут все идет очень гладко. Здесь тоже получается результат в кубических сантиметрах. Можно сразу здесь граммы сократить, чтобы к этому потом не возвращаться. А вот тут надо подумать. Минус сила у нас в ньютонах, и никуда ты от этого не денешься. 3,35 ньютонов. Дальше. Плотность воды запишем как 1 грамм на сантиметр кубический. Мы можем сделать сверху умножить на 10 в третий. Так, 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 а почему? Ну, как бы, ну, там тысячи килограмм. Так, а ну стой. Ты правильно говоришь, только давай объясним почему. Что мы должны сейчас подставить? Ж. 10 ньютонов. Тут граммы, а тут ньютон на килограмм. Что мы сделаем, Стас? Вместо килограмма напишем 1000 грамм. То есть 10 в третий грамм. Благодаря этому ходу у нас ньютоны сократятся, граммы сократятся, и вот это слагаемое все равно будет в кубических сантиметрах. То, что надо, равняется. Равняется. Здесь у нас будет 390 сантиметров кубических. Минус 390 разделить на 7,8. 390 делить на 50, говорите, да? Точно. Минус 50 сантиметров кубических. Минус, а тут давайте посмотрим. Смотрите, 10 в третьей десятка, это 100. 335 минус 335 сантиметров кубических. Сколько будет? 5 сантиметров кубических. Ответ. Плотность. Нет, что это? Это объем полости. Читаем вопрос. Какой объем полости и так далее? Ответ. Объем полости 5 сантиметров кубических. Объем полости 5 сантиметров кубических. Задача решена. Следующая задача. 2029. Сейчас мы раскроем немножко больше. Вот. Продолжаем наращивать сложность. Номер 20, 29, не нашим. Итак, металлический грузик на динамометре последовательно погружает в стаканы с водой и неизвестной жидкостью. В воздухе грузик растягивает пружину динамометра силой 11 ньютонов, в воде 10, а в неизвестной жидкости 9,5 ньютонов. Какова плотность этой жидкости? В воздухе грузик растягивает пружину динамометра силой 11 ньютонов. Что это? Можно сказать, что это вес. Вес 11 ньютонов. Далее. В воде динамометр растягивает пружину с силой 10 ньютонов. Пишем F, V, вода, 10 ньютонов. А в жидкости напишем F в жидкости 9,5 ньютонов. Нас просят найти. Плотность металла неизвестна. Ну, все, что нужно, мы потом возьмем в справочных таблицах. Нужно найти плотность жидкости. Понятно, что мы знаем плотность воды. Ро жидкости. Итак, груз сначала был просто в воздухе, потом в воде, а потом в какой-то жидкости. Давайте независимо от того, вода это или жидкость, запишем условие равновесия. Вот, то ли вода, то ли жидкость. Вот тело. На него действует сила тяжести. F тяжести. На него действует сила вот эта, либо F воды, либо F жидкости. Я ее просто буквой F обозначу. И сила Архимеда. И сила Архимеда. Это работает и в том случае, когда у нас тело погружено в воду, и когда погружено в жидкость. Записываем условие равновесия. F тяжести плюс... Нет, не плюс. F тяжести равняется. F Архимеда плюс F. Это условие работает и в том случае, когда тело погружено в воду и в жидкость. Что меняется? Сила тяжести меняется? Нет. Сила тяжести не меняется. Меняются F Архимеда и F. Хорошо. Значит, сила тяжести, понятно, равна P. Это мы уже знаем хорошо по предыдущим задачам. P – это сила тяжести. Теперь давайте силу F будем просто брать из условия. А вот силу Архимеда мы вспомним, как вычислять. F Архимеда равняется ρ то ли воды, то ли жидкости, в зависимости от того, куда окунули. Умножить на G и на объем тела, который у нас будет всегда один и тот же. Есть. И теперь подставляем это вот сюда. У нас получается слева P равняется. F Архимеда, вот так. ρ, не пишу чего, на G, на объем тела, плюс F. А теперь, внимание, что делать дальше? Если это уравнение справедливо в обоих случаях, то его можно записать два раза. Записываем два раза. В воде P равняется ρ воды, G, V, плюс F в воде, в жидкости. Тот же самый вес равняется ρ жидкости, G, V, плюс F в жидкости. Перед нами система уравнений. Первое, что хочется сделать, это взять, поскольку тут и тут P, приравнять. Но это будет неправильно. Как вы думаете, почему? Потому что у нас есть в условии P. Если мы от него сейчас откажемся, у нас это данное будет неиспользовано. Значит, наверное, надо поступить по-другому. Смотрите, у нас нету объема тела, поэтому нам надо избавляться от него. Сейчас я вам покажу быстрый способ математический, как это сделать. Давайте сначала слагаемое, содержащее вот эти величины, объемы, оставим в уединении. То есть перенесем вот эти две силы в левую часть. У нас получится P минус F воды равняется ρ воды, G, V. То же самое сделаем со вторым уравнением. P минус F в жидкости равняется ρ жидкости на G на V. А теперь, может, вы подскажете, что можно сделать дальше? Как сократить? Они равны. Объемы равны? Выразить отсюда, отсюда и приравнять можно, но это долго, а быстро? Ребята, почленно разделим одно уравнение на другое. И поскольку нас интересуют ρ жидкости, лучше, чтобы ρ жидкости было в числителе. Поэтому второе уравнение почленно разделим на первое. Символически это обозначим вот так. Два делить на один. Смотрите. У нас получится. Левая часть второго уравнения, P минус F жидкости, делить на левую часть первого уравнения, P минус F в воде. Равняется ρ жидкости делить на ρ воды, а вот это G и V сократится. Видите, как быстро получается, насколько это мощный математический метод. Мы к нему будем часто прибегать, если хотим сэкономить время. А времени у нас как раз мало. Скоро звонок. Отсюда ρ жидкости равняется ρ воды умножить на дробь P минус F жидкости делить на P минус F воды. Вот наша рабочая формула. Опять мы видим с вами, что мы можем плотность подставлять в любых единицах и силу тоже в любых единицах. У нас получится плотность жидкости равняется плотность воды 1 грамм на сантиметр кубический умножить на 11 минус в жидкости 9,5. В скобках запишу ньютонов. Разделить на 11 минус 10 ньютонов. Так, что у нас получается? Получается 1,5 грамма на сантиметр кубический. Я смотрел, какая же это может быть жидкость. Оказалось, что 60% раствор серной кислоты имеет вот такую плотность. Итак, ответ. Плотность жидкости 1,5 грамма на кубический сантиметр. Плотность жидкости 1,5 грамма на кубический сантиметр. Отдыхайте, нам еще на седьмом уроке работать. Спасибо. Продолжение следует...